Доброго дня всем, дорогие телезрители! В эфире передача Куншуах. Сегодня у нас 30 марта, четверг. Каждый день это как эксклюзив. Помните, что он никогда не повторится, поэтому важно провести этот день так, чтобы он запомнился надолго. Поэтому мы вам желаем провести его на все 100%. Конечно же, хотим еще раз вас настроить на позитивную волну, пожелать солнечного настроения и яркого дня. После музыкальной композиции мы продолжим нашу программу. Не переключайтесь! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Какую помощь оказывают в целом Добрый день, уважаемые телезрители. Я представляю молодежный центр «Жастар» при городской поликлинике номер 1. Мы функционируем с 2020 года. В нашем центре принимают врачи врач-воп, терапевт, акушер-гинеколог, уролог, социальный работник, психолог. Мы работаем с 8 до 17.00. Наша аудитория – это молодые люди от 10 до 29 лет. И самой уязвимой группой, конечно, из этой возрастной группы являются подростки. Подростковый возраст сам по себе очень сложный возраст именно с позиции становления личности. Меняется организм, то есть переходит из детства в возрастную группу. И здесь задача медицинских работников ознакомить, предотвратить какие-то нежелательные последствия, такие как ранняя беременность, раннее начало половой жизни. И связанные с этим осложнения – это инфекции, передаваемые половым путем. И для этого как раз-таки открыты наши молодежные центры с такой целью, чтобы охрана репродуктивного здоровья и охрана психического здоровья молодых людей. Здесь у нас можно получить консультативную помощь, акушер-гинекологов, урологов. Можно обратиться анонимно, независимо от прикрепления. То есть наши специалисты, они как бы направлены на работу на предупреждение нежелательной ранней беременности, раннее начало половой жизни. Вот в таком... То есть работа ведется исключительно с молодежью, как мы поняли. Да, от 10 до 29 лет. Ну и как много людей обращается к вам именно с молодежной среды? С какими проблемами чаще всего приходит ваш центр? Обращаются у нас, получается, мы в основном выходим в учебные заведения, в вузы, в СУЗы, в школы. У нас в основном профилактическая направленность – это дача информации именно молодежи, чтобы они узнали непосредственно из уст медицинских работников данную информацию. Не от подруг, не от каких-то знакомых, а именно более такую точную информацию от медицинских работников. Мы проводим лекции, беседы с молодежью о половом созревании, о последствиях ранней беременности, об инфекциях, передающихся половым путем, о вредных факторах, таких как курение, наркомания, алкоголизм. В основном наша работа... То есть вы затрагиваете разные темы. Да, разные темы и разные. В основном связаны с охраной репродуктивного и психологического здоровья. Но есть ли эффективность вот так данных мероприятий? Ну, я считаю, что эффективность должна быть, потому что, согласно статистике, да, именно в подростковом возрасте, так как организм еще психологические проблемы имеется у подростков, они не знают, с чем сталкиваются, они не подготовлены к взрослой жизни. И бывают такие моменты, что у них начинается пристрастие к предным привычкам, особенно курение, алкоголь, наркомания. И для этого мы проводим такие вот беседы, тренинги, чтобы они знали, с чем можно столкнуться. Спасибо. А я напоминаю, дорогие телезрители, что мы работаем в прямом эфире. Средства связи указаны на ваших экранах. 28 58 69 номер прямого эфира и номер ватсапа 8 700 028 58 69. Но для того, чтобы наши телезрители действительно уже поняли, в чем состоит работа Молодежного центра здоровья, давайте посмотрим данный сюжет, который был снят недавно буквально нашими коллегами, а далее мы продолжим нашу беседу. Итак, внимание на экран. Молодежные центры здоровья Не каждый подросток может войти в кабинет того же самого уролога, того же самого акушер-гинеколога, психолога, потому что есть соседи, есть родители, есть знакомые, лишних вопросов, чтобы не было. Это как бы конфиденциально они сюда приходят и могут получить помощь. Здесь помимо того, что они получают информацию, как предотвратить, как профилактическую работу, здесь они могут получить и лечение. С октября 2022 года по сегодняшний день за помощью к врачам обратились порядка 500 человек. В основном, как говорят специалисты, идут на прием к дерматовенерологу, так как у многих проблемы с кожей. Кто постарше, уже начинают обращаться к урологу и гинекологу. Мы постарались охватить, обеспечить теми специалистами, которые необходимы именно в плане охраны репродуктивного здоровья подростка и психического здоровья. У нас помощь оказывается независима от прикрепления к этой поликлинике. В Уральске работают три молодежных центра здоровья. В поликлиниках номер 4, 6 и 1, а также в районе Байтирек. Мы продолжаем нашу передачу «Куншуах» в прямом эфире. Как мы поняли по сюжету, значит, молодежный центр здоровья функционирует не только здесь у нас в городе, но и в районах. Какая там именно ведется работа? В том же направлении? В том же направлении, да. И те же специалисты? Специалисты те же, да. Дерматолог, уролог. Это согласно штатного расписания именно молодежного центра здоровья. В составе имеется руководитель, врач-терапевт, врач-педиатр, дерматовенеролог, уролог, социальный работник, психолог и юрист. Вот эти специалисты. Спасибо. Следующее слово хотела бы предоставить теперь психологу городской поликлиники номер 4, Жамалиева Назгуль. Вы работаете именно... Ваш центр называется Демио. Расскажите нам, пожалуйста, тоже о своем центре в начале, а потом уже перейдем непосредственно, да, по вашей части. Добрый день. Наш молодежный центр здоровья Демио, он был основан в 2015 году, но в те времена тогда не было полной оснащенности. Сейчас наш центр укомплектован, как говорится, вот говорили же наши врачи, вот у нас заведующая Алтанеса Галина, она же работает психиатром, наркологом. Также у нас есть терапевт, врач-дерматовенеролог, уролог и психолог. В нашем центре имеется отдельный вход, мы располагаемся на втором этаже. В наш центр приходят в основном молодые люди, которые теряются в подростковом периоде, у них как бы различные особенности в возрастном периоде, да, вот эти возрастные особенности, они как бы у них изменяются, да, в организме вот это все. И наши психологи работают в четырех направлениях. Это у нас психологическая диагностика идет в основном, когда приходит пациент на прием, мы сначала ведем беседу, стараемся, чтобы пациент был открыт, доступен. Стараемся обращать на его психоэмоциональное состояние. Также и в дальнейшем мы разрабатываем психологическую коррекцию. Ну, это зависит, зависит от пациента, зависит, насколько он уже открыт для дальнейшей работы. Также психологическое консультирование, вот, и психологическая поддержка, всегда это уже мы открыты. Наш центр работает с девяти до пяти, и даже во время обедения перерыва мы принимаем пациентов. Вот. Наша помощь заключается в том, чтобы помочь молодым людям разоранее, вот, предотвратить все болезни. Все наши болезни, вот, они состоят, ментальное наше здоровье, оно состоит от внутреннего состояния, да. Вот психология, наука о душе, да, вот почему-то говорят. Логос, да, душа. Вот, если у вас внутреннее состояние, вы спокойны, вы сосредоточены, у вас всегда, у вас не может быть даже малейшего частичка, чтобы не было негатива, не будет никаких сомнений, да, на этот счет. Вот мы выходим, вот, в УЗСУ, в учебное заведение с информационной целью. Мы пропагандируем, вот, здоровый образ жизни. Также у нас, вот, профилактика, опять же, предупреждение различных заболеваний, в том числе психического, да, психического здоровья. Вот все боятся идти к психологу, они думают, психолог, все думают, что психолог и психотерапевт, это, как бы, одно и то же, да, вот, психиатр. Но есть большая разница, психолог, он, когда пациент приходит, он сначала, вот, располагает к себе, заставляет, вот, доверие, доверие, да. Наш молодежный центр, он основан на четырех направлениях. Это у нас доступность, мы всегда доступны, то есть мы открыты, у нас есть вся информация. Мы, когда, вот, ходим в заведение, ходим в средние школы, мы даем информацию, вот, контактные телефоны предоставляем, говорим про наш контингент, какой контингент у нас может пройти. Вот, без наличия прикрепления. Не обязательно быть прикрепленными к нашей поликлинике, четвертой поликлинике. Вы можете быть прикреплены в первой, в пятой, в шестой поликлинике, даже быть прикреплены в поселках, но вы можете прийти в наш центр, независимо от прикрепления, но при наличии страхования ОСМС. Так как все школьники, все студенты, они уже у нас застрахованы государством, уже в программе они уже заложены. Возраст, который, вот, от 10 до 16 лет, и молодежь от 18 до 29 лет. Вот, если вот девушки обращаются к нам за помощью, если им не исполнилось полных 16 лет, они обязаны прийти к нам на консультацию в присутствии родителей, то есть мамы, да, если девушки, и обязательно должно быть письменное согласие. Также мальчики могут прийти к урологу, к дерматовенерологу. Вот сейчас у нас идет весна, весенний период, да, различные обострения, авитаминоз. Вот мы тоже вот разъясняем, ведем беседы, почему происходит авитаминоз в организме. Это значит, сейчас подростки, они вот загружены, загружены, вот у них ссорь, сочи в школах. Они вот, самое главное, у них для этого сейчас здоровье на первом месте. Они должны вот высыпаться, ограничивать, пользоваться, да, вот гаджетами, да, компьютерами, вот этот ноутбук. Потому что если уже недосыпание идет, он уже утром встает, идет в школу, уже на целый день у этого школьника, студента уже будет рассеянность. Его будет клонить ко сну, он уже не будет хорошо усваивать материал. Вот на первом месте вот это надо высыпаться, действительно высыпаться. Здоровое рациональное питание, здоровый образ жизни, да, пропаганда здорового образа жизни. Все эти болезни вот это надо заранее предугадывать, заранее. Действительно профилактика, профилактическая работа. Мы ведем профилактическую беседу, действительно, потому что мы один раз пойдем, второй раз пойдем в это же утверждение. Ребята один раз послушают, второй раз послушают, уже на третий раз у них уже, аха, будет, оказывается, можно прийти. Оказывается, есть такие центры по городу, куда можно обратиться с такими вопросами. Потому что молодые люди, они могут не сказать своим родителям, может быть, у них какие-то проблемы есть в семье, может, там с другом, с подругой поссорилась, потому что даже они не могут подойти к школьному психологу, а в это время они могут прийти к нам. Наш центр основан, на принципе, доверие, да? Доверие, открытость, добровольность. Ну вот какие обычно вы даете советы родителям, педагогам при оказании психологической помощи и при общении с подростками? Хорошо. Мы психологи обычно не даем советы, мы лишь даем направление, мы потихонечку ведем к тому сути, потому что человек всегда сам знает, он уже, он просто теряется, нам надо лишь бы найти вот это направление и потихонечку его направить в правильное русло. Родителям мы хотим дать совет, потому что побольше обращать внимание на своих детей, побольше общаться. Вот за вечерин, вот за ужин, да, например, мы ужинаем, пьем чай, побольше разговаривать. Вот сына, доча, скажи, как ты сегодня провел день, какие завтра у тебя, да, какие планы? Вот, а давайте завтра на выходных мы выйдем всей семьей на пикник, сейчас вот весна, лет впереди, лучше вот с детьми взять, даже там бутербродики приготовили, да, на пикник даже, не обязательно куда-то ходить, да, где все дорого, в кафе, это не обязательно, когда уже вы с семьей выходите, это уже будет взаимосвязь. То есть утром мама, да, вот она провожает дочку, сына, да, в школу, да, как мы все мамы, мы обычно провожаем и обнимаем, да, своего ребенка, своего чата, мы обнимаем, вот, почему маму вот так обнимают? Они обрегают, да, своего сыночка, свою дочку и дают свою энергию, дают свое тепло. И вот этот ребенок, он, придя в школу, школьник, студент, он уже здоровается со своими одноклассниками, одногруппниками, и уже он передает свое тепло, взаимоотдача, взаимоэнергия. И она как бы, вот это, в классе идет цепная реакция, взаимореакция, да, и в школе, в классе устанавливается теплота, дружеская аура. И вот, к примеру, приходит учительница, она как бы, ну, человек семейный, может быть, она устала, может быть, у нее маленький ребенок, да, и она приходит в школу, приходит в класс, ну, лицо такое уставшее, она заходит, а в это время ее класс встречает. Здравствуйте, там, Антонина Павловна, хорошего дня, давайте вместе позанимаемся, давайте различные вопросы будем говорить, да, и в это время уже учительница, она уже волей-неволей, она улыбается. И вот эта улыбка передается классу, да, и в классе идет уже такая разрядка. Разрядка, это уже снимается психоэмоциональное напряжение. Вот в том порядке, вот побольше общения, ограничивать гаджеты, телефоны. Потом педагогам тоже самое, педагогам, среди педагогов мы тоже проводим семинары, коммуникативные навыки, вот это вот, на снятие психоэмоционального состояния. Также проводим с учениками, с этими, со студентами тоже проводим семинары, как бы знакомства. Даже если они даже учатся вот на четвертом курсе, они друг от друга не знают. Тоже как бы проводим такие тимбилдинги, они общаются между собой, побольше узнают друг от друга. Также вот проводим паутины, вот с пряжей, да, к примеру, да, это тоже как бы вот каждый человек, к примеру, да, маленький сюжетик, да, мы даем пряжу, один держится одну ниточку и передает другому. Он говорит про свое качество, это как бы паутина, паутина плетет, да, свою паутину, паук плетет. К примеру, я вам передаю, Лауре Бекпулатна, я и говорю про свое характер, про свою положительную черту, да, к примеру, я такая открытая, щедрая, да, доступная, открытая. И передаю к вам, вы говорите про свое качество, да, Лаура, вы всегда такая тоже открытая, позитивная, да, мы смотрим ваши передачи и как бы с экрана к нам идет с утра уже вот эта мотивация на целый день. Уже человек улыбается, он желает всем добра, да, добро, оно как бы бумеранг, да, оно возвращается. К примеру, вы пожелали добро, оно уже постепенно-постепенно возвращается ко мне, вот это вот то же самое. Вот каждый человек, вот паутина говорит свое положительную черту, мы передаем друг другу вот эту паутину, и в конце занятия, вот этого семинара, я говорю про свое отрицание. К примеру, я люблю поспать, да, может быть, и от этого качества я хочу, чтобы оно у меня ушло. И потихонечку я собираю вот эту путь, пряжок, да, вот эту пряжу, собираю, говорю, пусть мое вот это, то, что я люблю поспать, вот это мое немножко отрицательное качество, оно уйдет. И даю к вам. Вы там говорите, да, про себя, но я думаю, что у вас нет недостатков. Почему у всех они есть? Ну, может, есть, да, и вы говорите про свой недостаток и даете. И вот в заключение вот эта паутина, она все собирается, и все наши отрицательные качества, стороны, они все уходят с этой паутины. Вот так мы снимаем напряжение в классе. Спасибо, Назбуля, Даля, сейчас мы обязательно продолжим. Очень интересная сегодня у нас тема. Дорогие друзья, оставайтесь на нашем канале, не переключайтесь. Средства связи указаны на ваших экранах, можете также задать все свои интересующие вопросы к нашим специалистам. Ну, а пока прервемся ненадолго на музыкальную композицию, Даля, продолжим нашу передачу. Не переключайтесь. Даля, продолжим нашу передачу. Даля, продолжим нашу передачу. Даля, продолжим нашу передачу. Даля, продолжим нашу передачу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А также к нам обращаются молодые семьи То есть до 29 лет мы принимаем молодые семьи на счет планирования семьи. Для этого у нас работает кабинет КПС, кабинет планирования семьи. Беседу ведет врач-киниколог и акушерка. То есть там уже говорится о планировании семьи, планировании ребенка, то есть о здоровье ребенка, чтобы о контрацепции. И вместе с ним ведется беседа психолога. То есть они не дают советы молодым семьям. Как сейчас трудно же молодым семьям. У них, например, если они не могут что-то родителям говорить между собой, что-то не могут решить, некоторые проблемы. С этим у нас хорошо занимается специалист-психолог. У нас, как и у всех молодежных центров здоровья, все у нас конфиденциально, анонимно. У нас даже есть телефон доверия, как называется. Может любой молодежь, независимо от прикрепления, может позвонить, задать свои вопросы, посоветоваться, проконсультироваться. И вот такие, я думаю, что это очень хорошая возможность сейчас, в данное время, молодежи. А вот каким вы представляете дальнейшее развитие молодежных центров здоровья? Какие ваши планы на будущее? Можете также поделиться с нашими телезрителями? Здесь, конечно, нужно вовлекать именно саму молодежь, формирование своего здоровья. То есть, чтобы сама молодежь активно участвовала. То есть, это диспуты, это круглые столы, это дискуссионные клубы, чтобы они сами высказывались о каких-то насущных проблемах, связанных со своим здоровьем. Это волонтерство. То есть, из группы молодежи организовывать волонтерские какие-то движения, которые будут помогать, может быть, подросткам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Может быть, молодым семьям, да, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Молодым мамам, да, которые решили оставить ребенка и как бы продолжать материнство. И некоторые даже, получается, они оформляются в дом мамы, да, из-за того, что они находятся в трудной жизненной ситуации. Это вовлечение самой молодежи в такие вот, в нашу работу, в работу молодежных центров. Здесь привлечение молодежного крыла, да, и молодежного ресурсного центра, который у нас работает и в городе, и в районах. То есть, это вот, это общая работа, наша совместная работа. Это не только работа медицинских работников, это работа и образования, да, это работа и молодежных организаций, неправительственных организаций. То есть, это общая наша совместная работа для того, чтобы наша молодежь, она наше продолжение, наше будущее, чтобы оно было действительно здоровым. У нас вот в конце декабря, вот 12-13 декабря 2002 года, в прошлом году, да, был год молодежи, да, как говорится, вот у нас в Астане прошла субрегиональная конференция. Вот там у нас обсуждался действительно вот этот вопрос, действительно, про молодежные центры здоровья. Оказывается, за рубежом, это у нас была конференция, как бы здесь обмен опытом, потому что приехали с дальних стран, за рубежи, были все регионы Казахстана, и действительно, здесь особо остро поднимался вопрос о молодежи. И как ковид, вот как ковид отразился на здоровье детей и подростков. Действительно, это было очень сложно, потому что в это время никто не был подготовлен, да, к этому, никто не мог понять, да, как это, что это, потому что все школы уже были онлайн, да, дети занимались, у всех были сложные ситуации в семье, кто-то там разводился. Действительно, было очень сложно, да, да, на психику человека очень оно повлияло. Действительно, вот за рубежи было, с Австралии вот у нас был профессор, они вот показывали свои молодежные центры, как они работают. Вот это обмен опытом, действительно, мы все равно, мы молодая организация, мы хотим в дальнейшем вот так развиваться, чтобы действительно мы могли помочь молодежи, чтобы молодежь, она знала, куда идти, что мы можем им дать, да, мы можем протянуть свои руки в помощи. Потому что наше будущее, это в руках нашей молодежи, действительно, вот как вы сказали, оно действительно, это командная работа, это разные молодежные крыла, да, разные молодежные ресурсы. У нас вот сейчас работают тоже волонтеры, девушки-волонтеры, ребята есть с медицинского колледжа, волонтеры, тоже они приходят. Вот молодежный центр, он основан на принципах равные-равному, потому что, к примеру, я специалист, вы студент, вы школьник, у нас нет барьера между собой, мы работаем по принципу равные-равному, и в этом направлении волонтеры очень хорошо нам помогают, потому что молодежь понимает друг друга, они говорят на одном языке, им легче сказать вот эти свои насущные вопросы. Вот в таком направлении, я думаю, когда действительно мы будем всей командой, вот, и это очень хорошо, что мы сегодня через экран телезрителей мы вот это преподнесли. Пусть побольше людей узнают, да, пусть побольше к нам приходят, действительно, за информацией, пусть просто приходят поговорить, действительно, вот молодые мамы, которые сидят в декретном отпуске, да, у нас тоже в центре я как психолог могу заняться арт-терапией. Вот через арт-терапию, вот, вроде оно рисуешь, да, вроде рисуешь, но в это же время через вот этот рисунок можно разознать, да, узнать о человеке, можно узнать его проблемы. Вот, тоже недавно я ходила на нейрографику и хочу тоже развиваться в этом направлении. Нейрографика это тоже инструмент, это очень хороший инструмент психологии, действительно, оно глубоко-глубоко узнаешь человека. Вот, как специалист, вот, я хочу, действительно, я иду, я иду, думаю, в нужном направлении, чтобы действительно, чтобы что-то дать молодёжи, я сначала должна, да, сама повысить, да, своё образование, да, качество своей работы. И в этом направлении мы все сейчас, вот, наши специалисты, наши коллеги. То есть побольше использовать, вы имеете в виду, нетрадиционные методы работы, да, 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 да. Вы только что сказали, арт-терапия. Арт-терапия, да, сказка-терапия, да, релаксация, музыка-терапия. Даже вот человек, когда он немножко нервничает, даже я иногда, вот, говорю ребятам, да, советы, да, вот, лучше, вот, музыку включили, немножко потанцевали, вытраснули свою энергию, такую негативную энергию и становится легче. Даже можно петь, действительно, вот, надо петь, надо вот это всё то, что у нас обида может быть, да, злость. Вот, говорится, как психосоматика, вот, когда человек на кого-то обижается, у него моментально, вы как терапевт уже знаете, да, у него болит горло, да, ангина начинается. Вот это всё начинается с нашего подсознания. Вот психология-то такая наука, она развивается-развивается, надо побольше узнавать. Вот, мы рады, когда к нам, вот, когда мы даём информацию в школах, в учебных заведениях, когда к нам приходят подростки, действительно, ребята, девушки, стараются побольше узнать, вот, чтобы хотим быть волонтёрами, вот, вот это, действительно, нас радует, что мы можем донести, что нас услышали. Спасибо. Ну, а вот как у вас обстоят дела именно с кадрами? Много ли, действительно, молодёжи приходят к вам работать и хотят тоже проявить себя, помогать другим, оказывать поддержку, вот, как вы? Да, у нас акушер-гинеколог молодой специалист и юрист молодой специалист. Конечно, нехватка кадров существует, особенно именно акушер-гинекологи, урологи, врачи ВОП, сами знаете, они загружены, да. Ну, хорошо, что вот именно организовали молодёжный центр, независимо от прикопления можно обратиться, потому что студенты, они в основном проживают на одной территории, учатся на другой территории. И поэтому именно здесь принцип доступности молодёжный центр, здесь принцип доступности, принцип анонимности, принцип открытости здесь играет свою роль. Ну, вот одна из молодых, да, у нас девушек, это Асем, которая тоже выбрала этот путь, вот, как вы пришли к этому, почему вы решили пойти в медицину и посвятить себя служению, да, этому делу? Ну, медицина, да, медицина, это вообще благородная профессия, это, я, я рада, что я поступила именно в медицинский колледж, который, он находится у нас в Уральске, да, вот. Вот, в данное время я работаю медсестрой ЗОЖ, и это мне очень нравится, потому что здоровый образ жизни, это сейчас именно в данное время, это очень актуальная тема, как говорится, со слов молодёжи, это тренды, да, тренд. Поэтому, вот, именно с моей стороны, вот, когда проводим лекции, беседы, идёт именно пропаганда здорового образа жизни, то есть молодёжь, как говорится, это наше будущее, да, А если у нас будут, молодёжи будут, они здоровыми, то, конечно же, их дети будут здоровы, и также все, у нас будет здоровое будущее, да, вот. Вот, и у нас, наша работа ведётся по плану, то есть у нас есть свой план, годовой план, это утверждённое директором поликлиники, и мы работаем по плану, то есть у нас бывают месячники, у нас бывают декадники, да, например, сейчас у нас 27 марта идёт декадник по профилактике травматизма и несчастных случаев. Вот, по этим темам я сейчас вот веду лекции по школам, по колледжам, да, вот, и у нас было вот 24 марта, всемирный день по профилактике по туберкулёзу. Вот, все эти вот такие вот дни здоровья, да, вот, в апреле у нас День здоровья идёт, да, вот, 7 апреля у нас Всемирный день здоровья, вот, по всем этим мероприятиям мы делаем план, и по этому плану мы работаем, делаем отчёты, у нас всё идёт как бы по плану, вот, и проводим разные мероприятия, спортивные мероприятия, так и, как и в школах, так и в высших учебных соведениях, и обязательно мы сейчас у нас распространено, вот, социальная, да, соцсеть, и всё мы выкладываем, то есть у нас есть все ссылки, мы выкладываем разных видеоролики, фотографии, ну, я думаю, что это очень хорошее, вот, то, что социальная сеть сейчас вот так развита, нас могут увидеть не только в Уральске, да, но и в других городах, да, ну, они тоже могут организовать вот такие центры, молодёжные центры здоровья, я думаю, что это очень... Пойдёт только в облако. Спасибо, и у нас остаётся ещё немного времени, по традиции, какие будут ваши пожелания всем телезрителям в заключении программы? Ну, давайте, Кульмар Сарсенгалиевна, с вас начнём. Хотелось бы, чтобы молодёжные центры дальше проводили такую работу, так как действительно здоровье молодёжи – это актуальная тема, это нужная тема, и побольше, чтобы обращались к нам в наши молодёжные центры, к нашим специалистам обращались. Вот это хочется пожелать, чтобы организации образования напомогали в этом, молодёжные организации. Вот это хотелось бы пожелать. Так, чтобы добавить, я тоже хотела, чтобы родители тоже, они понимали всю проблему, да, то, что действительно можно, оказывается, прийти в такие центры, да, узнать побольше, да, понять какие-то вопросы, их интересуют. Молодые мамы, чтобы действительно приходили, также вот с управлением образования тоже, да, это, как говорится, это общая командная работа, чтобы у нас было всё согласовано, действительно, да. Благодаря такой программе, действительно, мы можем поднять здоровье молодёжи, как говорится, чтобы у нас будущее было здоровое, здоровая республика, как говорится, да, вот так вот управление, ага, благодарю. Ну и вы, что бы хотели пожелать, в том числе всей молодёжи, молодым людям, которые смотрят сегодня нашу передачу? Всем желаю, чтобы вы все вели здоровый образ жизни, это очень хорошо, чтобы вы никогда не болели, да, вот, не только молодёжи, но и взрослым населением, и желаю, чтобы вот наша медицина всё дальше развивалась, вот, то есть дошла до того уровня, чтобы мы поменьше обращались к медорганизациям, да, вот. Ну и я хотела поблагодарить вас за участие в нашей передаче, пожелать вам только процветания вашим центром, вашим центром, ну и, конечно, успехов и удачи в любых ваших делах и начинаниях, побольше вот благодарных пациентов. Дорогие друзья, вот и пролетело быстро время, отведённое для нас в эфире, проведите этот день как можно лучше. Всего вам самого доброго и до встречи на телеканале Акшаик в передаче Куншуак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова